В понедельник в стране отметили День пограничников. У тех, кто защищает рубежи самой протяженной границы в мире, в этом году юбилей. Погранслужбе России исполнилось 100 лет. Их повседневная работа требует больших моральных и физических сил, ну а порой приходится действовать в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни. Несколько дней с зелеными беретами провел Андрей Сапегин. Фамилия Бальков, класс 9, школа Гаевская. Меня зовут Диана Белецкая, я ученица 9 класса Гаевской основной школы. К столетию погранслужбы мы, Дон ТР и пограничники решили снять фильм. Так вот, это одна из съемочных площадок. Гаевская школа, Неклиновский район. Пограничные войска, они защищают нашу родину. Это люди, которые защищают наши границы, нашу страну. Пограничные войска, они принимают первый бой на себя, вот, а далее уже вступают другие войска. Офицеры в зеленых погонах здесь частые и долгожданные гости. Донское управление ФСБ России шефствует над Гаевской школой. Уроки мужества, походы, военная история. Почему это надо? Потому что, чтобы люди понимали, что такое малая родина, что такое семья, что такое наше государство, для чего его надо защищать. В общем, эти дети знают, о чем говорят. И в фильме о пограничниках мы попросили стать их нашими экспертами. Порой неловкими, порой смешными, но уж точно искренними. Обычно их много, и они становятся просто за руки, если не успевают оружие схватить. На суше, на воде и в воздухе. Погрануправление ФСБ России по Ростовской области – это 660 километров границы, 496 из которых граница сухопутная, 208 – береговая, 164 – речная и озерная. Вежливые, красивые сотрудники, приветливые. Аэропорт Платов. Экскурсию для нас любезно согласился провести начальник КПП Андрей Власов. После прохождения таможенного, предполетного досмотра таможенного контроля, пассажиры попадают уже непосредственно на кабины паспортного контроля, где и осуществляют свою деятельность наши сотрудники. Здесь непосредственно уже осуществляется сканирование посадочных талонов, и пассажиры проходят на посадку. И дальше самолет. Это, кстати, рейс Ростов-Тбилиси. Очень популярный ныне маршрут. И таких в ростовском аэропорту с каждым месяцем все больше. Работы по граничникам хватает. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток у нас увеличился примерно на 40%. В дни пиковых нагрузок у нас проходит до 4000 человек. Проектная пропускная способность пункта пропуска составляет 1180 литров в час, что полностью перекрывает потребности данного аэропорта даже в перспективе. Мы осуществляем проверку на наличие наркотических средств в багаже. Собака обучена чисто на наркотики. Этот нос не проведешь, говорит вожатый Альберт Рассалов. Собака ни разу не ошибалась. Впрочем, наркотики – это далеко не единственная специализация четвероногих стражей границы. Они ищут взрывчатку, патрулируют, задерживают нарушителей. На государственной границе мы выполняем функцию первой охраны государственной границы от нарушителей государственной границы, также от групп, сообществ, которые имеют намерение перемещать через государственную границу товары и грузы. В 2017 году сотрудники Донского погрануправления выявили и задержали около полутысячи нарушителей режима госграницы, а еще больше тысячи нарушителей пограничного режима. Изъяли незаконных предметов на сумму более 60 миллионов рублей. Большая часть работы пограничников – государственная тайна. Такова специфика на то, что их работа связана со спецтехникой. Об этом знают даже дети. Спросим у наших экспертов. Я думаю, танки, вертолеты, истребители, специальные корабли. На воздухе, наверное, используют какие-то воздушные средства при движении. Какие-то, например? Ну, вертолет, беспилотники они. Эта машина может взять на борт большую десантную группу, развивает скорость на всех поверхностях на 20 км в час выше, чем его предшественники – корпусы сплава алюминия и магния, а еще хивус и устойчивей, и маневренее. Добрый день! Государственная морская инспекция, подполковник Янчевский. Обычный день сотрудника морской инспекции по грануправлению. Это они охраняют морские биоресурсы. С началом путины рейды ежедневные. За прошлый год госинспекторы задержали больше 220 нарушителей и изъяли больше 10 км сетей. А это автомобильный пункт пропуска. Здесь тоже кипит работа. Через пункты пропуска Ростовской области за год пересекает около 10 миллионов лиц и порядка 2 миллионов транспортных средств. Созданная 28 мая 1918 года пограничная служба имеет древние корни, славная история, богатыри – эти борцы со степными кочевниками и западными завоевателями. Первые заставы, первые пограничные таможни, таможенные цепи и стражи. Ну, началось еще с 9 века, то есть это были богатыри. Русский дух и, ну, наши солдаты воевали за нашу Родину, чтобы в дальнейшем потомки жили на мирной земле. У них юбилей 28 мая – День пограничников. И, конечно, мы не могли не попросить наших героев обратиться к пограничникам. У меня дядя пограничник, так что я бы, ну, пошел бы, поеду, наверное, к нему и поздравлю его с этим днем. Скажу ему спасибо за то, что он защищает нас и меня в том числе. Чтобы они смогли вернуться к своим семьям, детям, и также, чтобы смогли жить в мире. Чтобы были всегда на чеку. Самое страшное для людей – это война. То есть, чтобы не было неспокойного времени, мы должны гордиться такими людьми, которыми не примут удар на себя первыми. Чтобы у вас была сила духа, чтобы вы всегда были уверены в себе и уверены в других, что вас никто не предаст. Здоровья, добра, успеха во всем. И чтобы было все хорошо. Адреса Пегин, Игорь Золонин, Сергей Кузьмин, Виктор Цой и Александр Клунко. Вести Дон. События недели. Продолжение следует...